добрый вечер дорогие друзья братья и сестры как я и обещал в 10 вечера правда прошу прощения чуть-чуть задержался по техническим причинам с началом эфира как я обещал мы сегодня поговорим с вами о исповеди и посте очень многие просили сделать эфиры будьте добры напишите нормально ли меня слышно видно чтобы мне немножко по техническим причинам сразу сориентироваться о том маленький у меня сбой здравствуйте еще раз всех приветствую ну давайте начнем говорить о посте хотя пост как вы некоторые скажете спасибо что написали все хорошо благодарю как вы некоторые скажете вроде пост уже заканчивается почему о посте нужно вообще говорить у нас с вами с сегодняшнего вечера и завтра мы будем литургию служить Василия Великого чистый четверг также мы конечно кто готовился к причастию мы еще сугубо восстился но это последний день страстной седмицы когда мы вспоминаем каждодневно и предательство Христа и вот установление евхаристии то есть причастия в чистый четверг есть такое вере что нужно купаться ну я думаю купаться нужно обязательно нужно искупаться но я думаю купаться нужно чаще гораздо чем раз в год это конечно немножко такой предрассудочный момент чистый четверг консоциируется именно с чистотой душой в чистый четверг старается как можно больше людей поисповедоваться и причаститься потому что это день как я уже сказал который господь в который день господь установил причастие творить воспоминание его напомним господь взял хлеб в руки говорит сесть тело мое за вас ломимое то есть пострадавшие взял вино и говорит все кровь мое за многие изливаемое творите сей воспоминание моё и чистый четверг для нас в первую очередь это день памяти когда господь в своем причастии относительно поста пост конечно же для каждого очень индивидуально потому что у кого-то есть немощи даже святые ци говорят что нужно питать свое тело чтобы они не слабно потому что слабнет тело слабнет дух и не может противостоять греху я конечно все вас приветствую вижу вы пишете свои комментарии ну папа может быть позже я отвечаю на некоторые из них сейчас я немножко основную тему проговорю а потом мы уделю внимание когда мы с вами пообщаемся чистый четверг для нас с собой несу домой иван да ну придется на все таки мне переключаться на ваши вопросы будет вечером читаться двенадцать страстных евангелий это будет конечно на вечерней службе поскольку вспоминаем мы распятие христа предательство как взяли его схватили господа в гефсиманском саду и уже ведут его на суд сначала к аяфе потом уже пилату и так далее но все таки вернемся к посту пост это как святая циграя два крыла для души и тела который возносит нас богу как кому можно ну не столь строго держать пост это квейна служащий это учащиеся потому что определенная нагрузка происходит это болящие святые отцы вообще говорят что человек больной поститься своей болезнью почему потому что самое главное пост это борьба борьба со грехом это воздержание воздержание допустим мясо это как видимый грех который мы можем оступиться и один грех породит другой ну и сразу проводим параллель исповеди но тут конечно много что нужно сказать потому что если грехи которые часто повторяющиеся какие-то обыденные ну например лень и обсуждение не дай боже в этом же осуждение так как начать ходить церковь если никогда этого не делал но вот именно это время пост пост так как на самом деле самое важное для нас потому что каждый пост он а предваряет какое-то событие а вот великий пост он предваряет главный праздник всех праздников это пасха которые у нас будет именно богослужением чаще всего это в ночь совершаться субботы на воскресенье вот что некоторые спрашивают когда пасха в какой день недели пасха всегда происходит воскресенье но я так чувствую что мне очень тяжело будет за все говорить пошел параллельно все актуальные вопросы задают я буду отвлекаться на ваш вопрос хорошо исповедоваться мы исповедуемся в трех направлениях вообще исповедь это таинство хочу подчеркнуть что исповедуемся мы в первую очередь Господу и только лишь Господу при свидетеле при свидетеле священнике которому дана власть на это чтобы он мог вязать и решить как Господь сказал ученикам ученики берут свое начало вернее епископы потом священники берут уже начало апостолов простите немножко подзапутался естественно ученики это ученики Христа и вот эта духовная цепочка она непрерывно ну как пример то привести ну как по фамилии Иванов отец Иванов сын Иванов внук то есть вот такая духовная цепочка так и среди духовенства есть вот такая же цепочка когда епископ рукополагает в таинстве священство сначала первая ступень священство дьякон потом священник и уже священник может сам совершать таинство крещение, миропомазание, соборование, венчание кроме именно рукоположения потому что это таинство может совершать только епископ вот в частности в исповеди и свидетельствует является главным помощником при этом священник по-моему если не ошибусь Иоанн Златовус говорил что если бы ангелы присутствовали на исповедении священники то они уничтожали бы каждого человека потому что это именно слыша исповедь потому что это мерзко при лице Божьем а священник Господь ему дает порой оступиться чтобы он в покаянии мог более глубоко понять кающегося человека но это можно не только скажем так само священнику мы не святые это такая терминология к сожалению используется в католической церкви у них там все святые мы же каемся в своих грехах в обязательном порядке потому что священник тоже самый человек который может оступиться и поэтому священник облеченный властью в таинстве рукоположения он имеет возможность прощать разрешать от грехов кающего человека часто спрашивают как часто нужно исповедовать сопрещаться минимум четыре раза в году когда посты желательно чаще святые отцы говорят кто исповедится и причащается реже чем раз в месяц того и душа и тело славит и лукаются творить с ним может все что угодно но конечно же причастие не может быть без исповеди потому что мы каемся в своих грехах и тогда уже и после покаяния искренне достойно мы идем на причастие соединиться со господом как мы исповедуемся в чем мы исповедуемся есть три основных направления мы исповедуемся греха против бога ну для примера несколько буду называть против бога не ходили не посещали богослужений праздничный день дни недостойные готовились к исповеди причастию допустим в суете произносили имя имя божие да грехи против ближнего поднимали руку оскорбляли украли ну и много других перечислить грехи против себя червогодие блудные помыслы табакурение винопитие ну масса каких может грехов их тысячи это вот основные три направления в которых мы каемся еще раз повторюсь грехи против бога ближнего и самого себя есть такие грехи в которых мы должны часто каяться ну к примеру есть такие профилактические если можно их так назвать грехи которые мы каемся это допустим леность осуждение обсуждения гордыня которые постоянно возникают есть грехи которые очень тяжкие в которых мы тоже должны чаще каяться потому что ну допустим один из самых тяжких грехов для женщины ну и наверное скажу не меньше для мужчины это допустим грех детоубийства аборта потому что этот грех очень тяжек и наверное после одной исповеди сразу на душе легче не станет а исповедь это как врачебница в котором мы приходим мы слышим такие слова которые священник говорит внемли ибо пришел во врачебницу да не исцелен а ты деши то есть услышь что ты пришел во врачебницу так ко господу в первую очередь ты пришел священник только помощник на исповеди стыдиться и бояться что то сказать на исповеди не нужно лишь только по одной причине что ты кайся Богу а священник он как врач как хирург который не имеет права бояться и резать так и священник он сострадает вам он помогает вам некоторые вот батюшка меня судит ругать будет накажет да ни в коем случае он может порекомендовать благословить почитать ту или иную молитву ну например канон покаянный но это в первую очередь для пользы вашей души а если будет правильно сказать нашей души потому что священники тоже исповедуются потому что также во многом отступаются и нуждаются в также молительной поддержке которую благословит духовник допустим епархии и также мы выполняя послушание молимся чтобы облегчить наши грехи можно обобщить все грехи всем основным чтобы меньше грехи не перечислять ну вы имеете наверное смертные грехи дело в том что я вот больше придерживаюсь того что в первую очередь мы должны каяться в те греха которые душу гложет это потому что если начинать просто их перечислять не осмысленно не понимая то чаще всего начинают в них оправдываться самооправдание на исповеди это тот же самый грех потому что ты не каясь ты не пытайся вычистить свою душу от всякой гнили духовной а пытаясь наоборот умолить эти грехи что ну вот я не виноват это мне так сказали случайно случайно получилось нет тут да могут искать случайно получилось не случайно но если мы оступились уже в грехе то мы в нем должны каяться это как рано случайно мы порезались или не случайно ее нужно смазать зеленкой или йодом поэтому исповедь это врачевание нашей души и когда Господь видит что на самом деле мы сокрушаемся мы хотим исправиться в своих грехах то естественно у нас получается и облегчение нашей души в чем мы должны еще о чем вернее мы должны помнить когда идем на исповедь это очень важный момент его нужно подчеркнуть мы приходим на исповедь и говорим прости милосердный Господь да это правильно но можем ли мы простить прощение у Господа если сами кого-то не простили если мы не примирились с тем кого обидели или кто нас обидел ну наверное кто нас обидел это он должен все таки примириться но это уже на его совести часто говорят но если я обидел а человеку вот я попытаюсь попросить прощения а он меня не простит что делать тогда а вот вам не нужно на эту тему мудровать а я бы сказал нам не нужно мудровать потому что мы пытаемся избежать попытки смирить смирить свою гордыню проявить кротость нужно попытаться а простить этот человек или нет это уже на его совести потому что часто бывает так что тот человек тоже ждет и ему нужно чтобы вы обидевший его пришли к нему и извинились потому что он также где-то внутри носит вот эту вот гниль и знаете как недавно я общался с одним мужчиной он говорит вот мы с моим со знакомым так вот поругались подрались зато потом мы с ним так хорошо общались то есть для него это был такой выплеск ни в коем случае мы не должны драться друг друга обижать руку прикладывать но вот в его ситуации это был выход в нашей ситуации если мы все-таки живем по-христиански по совести и пытаемся видеть свои грехи а сейчас именно в пост мы каждый день когда служим читаем молитву Ефрима Серина очень изумительная молитва я рекомендую ее почитать он молитвенно обращается ко Господу мы повторяем его молитву господи и владыка живота моего напомню что живота живот по церковнославянски переводим на русский это жизнь я сразу буду переводить ее на русский чтобы мы с вами понимали господи и владыка живота моего дух праздности то есть вот ну просто шатание бессмысленности скажем так дух праздности уныние уныние это глупо если психологически глубокое отчаяние депрессия уныние а уныние это самый страшный смертный грех от которого другие очень многие появляются безразличие и тому подобное уныние немножко пока объяснял немножко сбился сейчас господи владыка живота дух праздности уныние любоначалия празд на слове не дашь любоначалья это гордыния хочу выше всего быть празднословие то праздные слова вот пустословия скажем так празднословия не дашь души целомудрия то есть целомудрие целостность душевно телесная душа целомудрия смиреномудрия то есть не мудрование А со смирением мудро поступать, скротостью, доброжелательностью Дуже целомудрие, смиренно мудрие дашь мне Даруй мне, Господи, ей, Господи, то есть ты, Господи Даруй мне зретье, моя прегрешение То есть внутрь себя смотреть, свое бревно видеть Не осуждайте брата моего То есть научи меня, Господи, видеть мои грехи и не осуждать другого А Господь, вспомните, как сказал, не суди, не судим будешь То есть единственный момент, когда мы вообще можем избежать суда Не осуждая других Это тяжело, это почти, я бы сказал, невозможно Но многим это удавалось Особенно тем, которые сначала каялись, а потом уже и приходя ко Господу Научались именно в неосуждении, когда увидели свои глубины грехов Поэтому пост и исповедь это изумительные два таких момента Когда мы можем облегчить свою душу, когда излить все глубины своей низости Господу Также задавали вопрос мне буквально на днях А стоит ли понуждать приводить в храм своих детей, если они не хотят идти Ну, допустим, подросток, вот у него начался такой переходный возраст, кубертатный Нужно ли заставлять его или настаивать, пойдем в храм, если он этого не хочет Это очень такой острый вопрос Ну, хочет ли он идти в школу, скажем так Хочет ли он учить алгебру и того подобного Не хочет Но он это делает, потому что это необходимо Нужно ли его призывать пойти в храм? Нужно Насильно заставлять? Наверное, не нужно Потому что невольник не богомольник Но ваш личный пример для него очень значим Потому что где-то какое-то воскресенье мы можем Ну, да, сынок, ну что, хочешь выспаться, а выспись Но в следующее воскресенье, в знак любви ко Господу и уважения к нам Ты идешь с нами в храм А если совсем попустить Живи как хочешь и делай как хочешь Завтра совсем вы станете для него не авторитет А я хочу так, а кто вы такие? И тогда уже будет поздно Сейчас я немножко перенастрою Наверное, вот так вот А то мне, чтобы я видел ваш вопрос, который вы будете задавать Призвать его молиться с вами тоже нужно Но с вами, а не заставить только его лишь молиться Но для этого еще есть крестные родители Которые также его учат Также своим добрым примером Показывает, что нужно жить по-христиански В этом возрасте возникает такая проблема Мне стыдно перед своими там одноклассниками Или однокурсниками Если это там первый курс еще опять-таки Такой почти уже взрослый возраст Стыдно, что я православный Почему не стыдно другим? Почему нам как-то не безразлично, как подумают от нас Вот мне, допустим, как лично за себя поделюсь Чтобы не на кого-то показывать своим опытом Я всегда был рад Ну и в кавычках гордился Потому что гордость все-таки грех Что я русский Что я православный Для меня это значимость была И как современным языком выражаясь Молодые говорят Это фишка была такая Наоборот, ко мне спрашивали А как, какой праздник? А почему такой праздник? То есть ко мне уже к моим знаниям Относились как к какому-то Более ведому Более значимому человеку Нежели те, которые этого не знали Стыдиться то, что ты православный Не нужно Это наоборот Достоинство наше Потому что Святые отцы говорят как минимум Если и столб православия пойдет То весь мир в одну секунду станет адом Почему? Потому что православие это единственная вера В которой в большей степени всего Сохраняется нравственный аспект Божий закон Поэтому без Бога никуда Но если в двух словах О исповеди и посте Ну может быть, наверное, так Очень много можно еще что рассказать Интересные моменты Ну давайте, наверное, все-таки Теперь поотвечаем на ваши вопросы Я сейчас пролистаю их Если что-то я там изначально не посмотрел И поостанавливаюсь на них Так, все слышно, видно Так, это у нас самое начало Здравствуйте, здравствуйте Так, так, это я отвечал Сейчас сразу все пролистаю Чтобы никого не обидеть На все ответить Так Интересно Но надо готовиться к завершему дню Да, кто исповеди и причащается завтра Выписать Сесть прям и выписать свои грехи на листике Чтобы не забыть Не давайте батюшке какую-то хартию Батюшка прочитайте А для нас это шпарогалочки Мы можем ей пользоваться Чтобы не забыть какие-то грехи Озвучить Но, в первую очередь, сами их озвучим Проговариваем Чтобы Раз мы это словом и делом совершили Значит, словом и делом мы каемся Если это повторились грехи Значит, опять их надо каяться Но в идеале Каемся мы, чтобы не повторять грехов Если мы готовимся к причастию То мы, естественно, и постимся Несколько дней Минимум Желательно Три дня А минимум один Но если это какая-то немощь Это болезнь И боли не получается Постимся, конечно, мы Не только чего-то не кушаем Если мы нормально здоровы Мы также Если человек, допустим Болен грехом Табакурения Значит, он воздерживается от курения От интимных отношений Мы воздерживаемся В подготовке К причастию И исповеди То есть максимально Мы готовим свою душу И тело К встрече с Богом Так, а можно Обобщить Так, это я уже читал Так, батюшка А можно причащаться в субботу Если в четверг Не получается В субботу у нас В эту субботу В этом году Вообще интересно Так совпадает В эту субботу У нас праздник Благовещения будет Тоже вот такая Вопрос сегодня задавали Вроде по уставу На Благовещение Разрешается Рыбку Немножко вина Но суббота Но суббота Это когда Господа Во группу Положили Когда еще Скорбный день И вот мы ждем Воскресение Как готовиться Тогда Как Как в этой ситуации Так В субботу Можно причаститься Конечно же Так Сейчас Дальше Хотим Покрестить сына Полтора года Как подготовиться Перед Крещением Совершает Согласительные Беседы То есть С крестными И вами Ведет Священник Беседу О значимости Крещения О том Что должен знать Крестные Родные Родители Вообще Сразу Скажу Что В идеале Ребенка Крестить На сороковой День Чаще всего Женщина Уже к сорокому Дню Физически Восстанавливается После родов И На сороковой День Раньше На восьмой День Приносили Ребеночка Нарекали Имя А на сороковой День Его Крестили То Что Полтора Года Это Конечно Не страшно Ничего Здесь Плохого Нет Но Лучше Конечно На сороковой День Как подготовиться Мы Идем В храм Встречаемся С батюшкой Согласуемся Когда Будет Сможет Провести Эти огласительные Беседы С нами Вот И после Этого Уже В идеале Конечно Крестным Родителям Поисповедоваться И причаститься Потому что Они берут на себя Ответственность Ребеночек Ребеночек Крестится По вере Крестных Родителей Вот Они Читают Симоверы Наизусть Во время Крещения Вот В этом Наверное И есть Одна Из Подготовок Чтобы Они Знали Наизусть Симоверы Ну И понимали Его Не просто Зазубрили А понимали Кажую строчку Что Она Значит Вот Ну И уже Все Что Необходимо Берем Для Крещения Это Крещальная Рубашечка Полотенчика Чтобы Отереть Там Свечечки Будут Во время Крещения Необходимы То есть Это Уже По факту Вы В храме Узнаете Основная Подготовка Это Вот Выучить Симоверы Если еще Не знаете Поисправиться Причаститься И Огласительные Беседки Так Сейчас Дальше Так Бывает Так Что Я Что Я Вижу Что Человек Не Находит Сего Попросить Прощения Для Многих Это Не Свойственно Но Он Своим Поведением Поступки Будет Понять Что Сожалеет О своем Поступке Это Хорошо Что Он Показывает Но Показывает Это Еще Не Признает Он Не Переступил Ту Черту Когда Он Извинился То есть Озвучение Того Что Он Раскаивается Проговорение Это Это Внутренний Перелом Своей Гордыни То Что Он Показывает Что Ему Уже Неудобно Ему Стыдно Это Хорошо Это Укорение Совести Но Если Мы Говорим Все Таки О Почти Идеальном Мамите То Это Нужно Принять И Озвучить Что Я Виноват Простите Христа Ради Я Оступился Но Кто Из Нас Не Оступается Здравствуйте Здравствуйте Можно Ли На Исповеди Каяться В Определенном Грехе Или При Этом Просить Господа О Помощи В Борьбе С Конкретным Грехом В принципе Можно Ну Давайте Какой Грех С Потолка Возьмем Ну Вот Осуждение Часто Мы Оступаемся В этом Грехе В грехе Осуждения Ну Так И Говорим Прости Милосердно Господи Один Из Тяжких Грехов Моих Часто Повторяющиеся Осуждения Прости Меня И Подкрепи Воздерживаться В нем И Больше Не Оступаться Ну Дай Бог Чтобы Мы Не Оступались Можно Конечно Просить Просить И дастся Вам Господь Говорит Вас Так Интересно Слушать Отвлекаясь От всех Негатив Новостей Спасибо Господи Давайте Дальше Понемножку Опишите Свои Вопросы По мере Возможности Я дойду До них И отвечу Батюшка Спасибо Господи Вас Подскажите В субботу После службы Можно Салаты Покрошить Ведь праздничное Благовещение Или вечером В воскресенье Можно ли Простить Ну Мы уже После Субботней Службы Будем Освечать Куличи И все Что принесут В течение Субботнего Дня Если Вот По моему Храму Я после Службы Буду Освечать Потом Перед Ночной Служба И уже После Ночного Богослужения Пасхального Самое главное Чтобы Господь Смилостился И благодатный огонь Сошел Это самое главное Чего мы ждем Как подтверждение Пасхальной радости Прошу прощения Поздно Лег Рано Встал Простите Христа Рад Вот Все-таки Ответить на вопрос Покрошить Это их можно Но не заправлять Чтобы не испортились А в идеале Конечно Уже Встретили мы Пасху И тогда С пасхальными Песнопениями Христос Воскресе Поздравить Всех Со своих Близких Родных Похристосоваться Разговеться И уже Все Позакончился Но Радость Больше не Сдох Что он Закончился Сдох Что мы Встретили Пасху Так Подскажите Пожалуйста В церковной Празднике Можно вязать Вот Интересный Вопрос Благодарю За него Часто Говорят Что в празднике Нельзя Ничего Делать Вот Тут Надо Провести Одну Тонкую Грань Вот Если Вы В праздник Ничего Не делаете И не Идете В храм То Ничего Ваше Не делание Это Бессмысленно И даже Где-то Греховно Как понять Греховно То есть Вы просто Лежите На диване Смотрите Телевизор Чаще Развлекательные Какие-то Программы И Ленитесь В чем Здесь Соблюдение Праздника В чем Здесь Вообще Праздник Праздник Чтобы День Лентяя Устроили Так Это День Греха Получается Устроили Грех Лениться А не Трудиться Вот Трудиться Это Добродетель Это Не Грех Вот Если Вы Пошли В храм В этот Праздничный День И У вас Еще Остались Силы Потрудиться То Потрудитесь А Если Вы И не Пошли В храм И ничего Не Делайте Это Ужаление Это Грех Поэтому В двух Словах Отвечая На ваш Вопрос В праздничные Дни Нужно Ити В храм И Если Есть Силы Трудиться Если Не Пошли В храм То Трудитесь Дальше Всегда Наши бабушки Говорили Что нельзя В церковные Праздники Работать А можно Ли Вышивать Вязать Ну В принципе Я ответил В эту Субботу Со скольки Можно Светить В течение Дня После Службы В принципе Уже Можно будет Освещать Но Разговляться Все-таки После Пасхального Богослужения Желательно Потому Что Некоторые Бывает Так Я слышу Ну Батюшка Сошел Благодатный Огонь Ну Все Уже Праздник Ну Да Это Праздник Сошел Благодатный Огонь Ну Ну Мы Мы То Еще Молитв Не Сопричь Не Празднич Не Сопричь Лись Мы То Еще Благодатный Огонь В руки Не Взяли Вашу Часть И Все Это Праздник Привозят В храмы В Наши Регионы Благодатный Огонь С Иерусалима И Мы Уже Каждый Раз Со Слезами На Глазах Или Как Минимум Ском У Горлышка Что Вот Проявление Любви Божией Он Не Забыл За Наши Грехи Он Все Таки Не Прогневался А Все Таки Послал Благодатный Огонь Радость Для Нас Великую В Субботу Работаю До 18 Пойду В храм Работаю Храм На Пасху Пасхальную Службу Хочу Причаститься Но Опасаюсь Что Не Успеть Почитать Каноны И Последования Как Быть Спасибо Значит Смотрите Мои Родные Вообще Интересный Вопрос Благодарю Вас Елена За Вопрос Когда Мы Не Успеваем Вычитать Все Каноны Кто Допустим Никогда Этого Не читал Не знает О чем Речь Идет То Перед Причастием Мы Читаем Несколько Канонов То есть Несколько Таких Молитвенных Последований Не Ангелу Хранителю Господу Божьей Матери Канон Покаянный И Ко Причастию То есть Несколько Последований Мы Читаем Если Мы Этого Не успеваем Всего Прочитать Можно Конечно За Несколько дней Готовиться И Мы Вычитываем Последований Ко Святому Причастию После Этого Уже После Того Как Причастимся Поисповедем Причастимся Мы Вычитываем Уже Дочитываем Уже Тогда Получается Правильно Все Эстерные Каноны Но Это Как Исключительный Момент Что Вдруг К стечении Обстоятельств Какие-то Но Очень Глубокая Потребность Причаститься Тогда Уже Мы Естественно Сначала Канон Причастию Причастились И Тогда Уже Все Остальные Покаянные Остальные Каноны Вот Так Быть Правильно А Вообще За Несколько Дней Мы Готовимся Задавали Также Вопрос Вот Смотрите Батюшка Вот В субботу Вернее В чистый Четверг Хочется Причтиться Потом Благовещение Потом Пасха Можно Ли Несколько Раз Причастаться И Как Часто Вообще Причастаться Я В идеале Каждый Месяц Но Можно Ли Чаще Можно Ли Каждую Неделю Лучше Через Неделю В идеале Раз В месяц Можно Чаще Но По Благословению Духовника Который Знает Как Вы Готовитесь Или Не Готовитесь К Причастию Потому Что Можно И Для Галочки Знать Как Обыденность Ну Я же Пошел На Службу Раньше Да В первые Христианские Времена Все Причащались Каждую Службу Хоть Она Каждодевна Была Но Почему Потому Что Были Гонения На Христиан И Каждый День Тебя Могли За Веру Во Христа Убить И Ты Естественно Хочешь Соединиться Со Господом На Земле Чтобы Соединиться С Ним И На Небесах Поэтому Причащались Каждую Службу Сейчас Слава Теб Господи А Что Мы Не Небожители Что Мы Не Вечны И Тогда Естественно Мы Более Ревно Стоять Любовью Относимся К Нашей Духовной Жизни Но Вот В данный Момент Затишь Я Слава Теб Господи Тоже Ну Сейчас Секунду Немножко Я Упустил Так Вот Мы Можем Конечно Ну Через Недельку Причащаться Исповедоваться Мы можем В любой Момент В любую Службу А вот К причастию Нужно Конечно Сулу Готовиться Мы Соединяемся Со Господом И мы Должны Благовейно Это Сделать Тогда Господь И дает Нам В десятки Больше Когда мы Это делаем Достойно Так Во сколько Будет Пасхальная Служба Ну Чаще Всего Пасхальная Служба Свершается В ночью Ну Я вот По своему Храму Скажу Где я Служу Это Храм Новомучика Исповедников Церкви Русской Это Краснодарский Край Исповедник Исповедник В храме В 10 30 Исповедь Потом У нас С 11 В 12 Полуночница И потом Уже В 12 Ночи Мы Начинаем Пасхальное Праздничное Богослужение Вот таким И где-то Служба Ну Часа Два Там Два С половиной Ну Часа Два С половиной Будет Служба Потом Освящение Куличей Ну И Праздничный Возраст Христос Воскресе Воистиного Воскресе Это Очень Радостный Момент Ну Я Очень Надеюсь Что Господь Все-таки Смелостив Спасибо Очень Интересное Верховне Господь Спасибо Господь Благодарю Как найти Духовника Конечно Мы молимся Молимся Просим Господа Чтобы он Подкрепил Наши Духовные Силы И указал Нам На того Доброго Пастыря Который Поведет Нас Ко Господу Есть такое Выражение Отец Святой Не святой Отец Прости Господь Это у католиков Не все святые Безгрешные Папа Римский Не безгрешный Хотя Нет конечно Человека без греха Как мы с вами Трезво понимаем Святые Отцы Это Николай Чудотворец Сергей Радуйский И с ними Но никак Немые Батюшки Недостойные Как насти Духовника Мы молимся Бессловно Просим Господа Чтобы он указал На того Священника Который Возьмет Ответственность За нашу душу А духовник Это очень Значимый Человек Для нашей души Который Как молится Как может Ответить Наш вопрос Поддержать Нас И конечно Желательно Чтобы Духовник Был Уже Постарше С опытом Жизненным Пастырским Но бывают И разные Моменты Я вот Знаю Несколько Батюшек Которые Ну служат Наверное Где Почти как я Почти 10 лет Но вот Я их иногда Слушаю Думаю Очень достойный Пастырь Очень мудро Благоразумно Рассуждает И вот они Ну По На мой взгляд Были бы достойными Духовниками А советчик Батюшка Может любому Потому что Это немножко Разные вещи Советчик Подсказчик И духовник Поэтому Первый Читает Молиться Может В соседнем Храме Где вы Ходите Обратиться К тому или иному Священнику Бывает Такое Что И Ездит За сотни Километров Батюшка Подскажите Пожалуйста У меня У меня Маленькой На Фото Есть Крестик Но Маленькой На фото Есть Крестик Но Мама Толком Не помню Крестила А Я понял Меня сняли Я причастлив Меня тревожит Крещеная Я понял Вопрос На фото У вас есть Крестик Но Вы Не помните Вот Если На самом деле Нету Возможности Найти Подтверждение Крестили Вас Или Не крестили Тогда Можно Принцип Придти В храм И Объяснив Эту ситуацию Священнику Он Вас Крестит И Читается Такая Ремарка Аще Крещен То есть Крещен Или Не крещен То есть Предположительно Крещен Аще Крещен Крещается Раба Божия К примеру Татьяна С Формулой Мы озвучим Во имя Отца Аминь Сына Аминь Света Духа Но если Это никто Подтвердить Не может Что вы Крещены И тогда Уже Со спокойной Душой Вы Участвуйте Во всех Таинствах Православной Церкви Хочу Исповедаться Но Всегда Неудобно Подойти И спросить С чего Начать Кому Обращаться Ну Священнику Бежесловно Исповедь Бывает Если Это Одноштатный Приход С одним Священником На приходе В храме То это Чаще всего Или на вечерней Службе Происходит Или перед Причастием Священник Выходит Исповед А потом Уже Выходится Причастием Вы видите Священник Вышел К нему Выстроилась Такая Вот Очередь Если можно Так сказать А если Еще будет Правильно Сказать Не к нему А к Господу На покаяние И уже Мы Каемся Если Никогда Не исповелись То Генеральную Исповедь С 7-летнего Возраста Начиная Ну Если Это Девочка К примеру Строила Глазки Мальчикам Соблазнительно Себя Вела И Много Много В чем Нашу Душу Совесть Обличает Начиная С 7-летнего Возраста Почему С 7-летнего Возраста Потому Что Человек До 7-летнего Возраста Это Считается Младенец И ему В грех Не Вменяется Хотя Мы Конечно Понимаем Что До 7-летнего Возраста Они Могут И Обманывать И Юлить И Очень По-разному Все Вести И Обижать И Обижаться Вот Но Вот Общим Скажем так Соборным Мнением Церкви Дети Исповедуются С 7-летнего Возраста Поэтому И мы Если Никогда Не Исповедовались Значит Как Генеральную Исповедь 7-летнего Возраста А потом Уже В те Греха Которые Вспоминаются Гложат И мы В них Исповедуемся Баишка А В Четверговый Огонь Должен Гореть Дома В Лампаде До Пасхи Это Уже Как у вас Есть Возможность Мы Берем Речь Идет Что Кто Не Понимает В четверг Вечером Читается Двенадцать Евангелий Страстных На которых Мы Зажигаем Свечи Держим В руках И потом Некоторые Эти Свечи Иногда С огоньком Несут Домой В принципе Можно И держать Но Опять Я не Привержен Православа Фанатизма Если У вас Есть Такая Возможность Чтобы Лампадочка Горела Очень Безопасно То Можно И До Пасхи А если Лампадка Остается Гореть И вы Уходите Во избежание Лучше Конечно Потушить Чтобы Не было Не дай Боже Какой Беды Пожара Вот Поэтому Принесли Помолились И уже На ваше усмотрение Обязательного Чего-то Такого Нет Ужего Обязана Этот огонь До субботы Держать Такого Нет Так Секундочку Батюшка Какое Каноны И правила Читать Нужно Да Читаем Как обычно Мы готовимся К причастию А можно Исповедоваться Инвали Индивидуально Один на один Когда Понимаешь Что Исповедь Может Затянуться Хороший вопрос Исповедуемся Мы как раз Один на один Но Как вы говорите Затянуться Тут Пусть вас Это не беспокоит Затянется Или затянется У священника Такой крест Он должен Выслушать И свидетельств О всех Грехах Которых Вы каетесь Но если Вы думаете Что вас Очень много То идите Последним Чтобы Вас не смущало Что за вами Кто-то стоит А вы так Долго Идите Последними Тогда Уже И меньше Смущения И священник Наоборот Порадуется Вот я Не могу За всех Ответить Но я Искренне Радуюсь Когда люди Каются В своих грехах А не просто Их Перечисляют Можно В принципе Если Вот Чисто Для Исповеди Можно С батюшкой Договориться И вне Богослужения Чтобы он Где-то Побеседовал А где-то И Поисповедовал Вас Есть ли еще Вопросы Мои дорогие Или На этом Сегодня У нас Все Если есть Задавайте Относите Исповеди Поста Основная тема Но можете Конечно И другие Задать Вопросы Которые У вас Возникают Если Получится Сохранить Этот эфир Я Честно Говоря Давно Какие-то Прямые Эфиры Делал Я Конечно Сохраню Если Кому-то Это Будет Полезно Ну Я так понимаю Вопросов Нету Завтра У нас С вами Утро Служба Литургия Чистый Четверг Будем Благодаря Господа Что Он Дал Нам Это Установление Евхаристии Вот Вопрос Появился Здравствуйте Батюшка Подскажите Пожалуйста У Мои Родственники Уже Целый Год Врачи Не Находят Болезнь А Она Себя Очень Плохо Чувствует Боли По Телу Уже Целый Год Ужасно Какую Молитву Надо Знать Ну Вот Когда Мы Болеем То Чаще Всего Мы Смотря Какая Болезнь Конечно Допустим Если это Онкология Все целицы Читают Молитву Или Акафист Если Это Вот Допустим Другая Да Можно И к ней Прибавить Это Великому Чаю Целинтию Пантелеймону Мы Обращаемся Луки Васинецкому Крымскому Святителю Ну Вот По Необходимость Но В первую очередь Ко Господу Выше Врача Конечно Никого Нет И обращаясь Ко святым Мы должны Помнить Что мы Не столько Их Просим Чтобы Они Помогли Сколько Они Уже Будут Молиться О нас О нашей Просьбе Ко Господу Потому что Не они Врачуют А Господь Нас Врачует Это Надо Уточнить Для себя Потому что К сожалению Иногда Слышишь Вот Матронушке Молилась Вот Она Мне Помогла Без Бога Матронушка Не Помогла Нужно Об Этому Помнить Так Сейчас Молодцы Вы Активизировались Я Уже Хотел Завершать Эфир Когда Можно Крестить Ребенка Так В принципе В любой Момент Со Священником Согласуетесь Можно Крестить Главное Чтобы Вот В этой Ситуации Уж Простите За Откровенность Такую У мамочки Родной Крестной Не было Женских дней Если Причащать Ребенка За него Нужно читать Каноны Маме Ему Два Года Нет Не нужно Он Где-то Еще Не Понимает Личный Ваш Подвиг Ну Вы Можете Конечно Почитать Но Ребенку Как Такой Подготовки Не Нужно Ребенку Пост Вот Давайте О детях Скажем Какой Пост Может Быть У Детей Что Им Надо В принципе Нормально Питаться В первую Чуть Пост Для них Это Какие-то Сугубо Развлечения Мы Воздержание Любить ребенка Много конфет Ну Давай Ради Боженьки Мы Постараемся Меньше Конфет Окушать Это Твой Подвиг Будет Ради Боженьки Ради Господа Вот Такой Пост Для них Компьютерные Игры И тому Подобное Так Дальше Сколько Раз Каяться В одном И том Же Грехе Пока Души Не Станет Легче Пока Вы Поймете Что Это Отпустило Вообще Говорят Как бы Раз Покаялся И Больше Не Совершал Значит Больше Не Нужно В этом Каяться В принципе Правильно Но Если Это Вспоминается Если Это Гложит Укоряет Я Думаю Тогда Надо Каяться Так Доброй Ксюшечка Так Икона Святое Семейство Греческое Признается Илюшка Православная Церковь Ну Сейчас Вообще Скажем Так Все Что В лоне Русско Православной В лоне Православной Церкви Агрейская Православная Церковь Это Тоже Православная Церковь Конечно Признается И Много Сейчас Православных Храмов Появляется Эта Икона Как бы Не Канонического В принципе Ничего Нет Давайте Дальше Батюшка А если Оказывая Помощь Людям Они Начинают Наглеть И Пользоваться Этим Меня Это Приводит К Обсуждению Могу я Отказаться Помогать Но тут Должно Конечно Быть В меру И по силам К сожалению Часто Нашу Доброту Принимают За слабость Но Помочь Мы Должны Максимум По максимуму Сколько Можем И В рамках Благоразумия Если Люди Начинают Наглеть То мы Элементарно Можем Сказать Я вот Сколько Мог Помогать Помогал Помогала Если Вы уже Сами Это все Можете Сделать Раз Вы себя Так Ведете Я не Против Пожалуйста Делайте Но Если Вы Не Можете Значит Давайте Обозначим Это Так Это Так То есть Немножко Ну Если Позволите Так Сказать Людей Поставить На Место Потому Что Принятие Доброты С хамством Неприемлемо Могрибе Батюшка Даши Спасибо Батюшка Пожалуйста Приходя В церковь Хочется Плакать Почему Это Хорошо Что Хочется Плакать Многие Поверьте Даже Каятся Что Прости Милосерен Господи Что Я Каюсь Или Прихожу В храм Без слез Покаяния Это Хорошо Что Хочется Плакать Это Осознание Нашей Греховности Нашего Недостоинства Пред Богом И Когда Мы Приходим Господу Мы Понимаем Насколько Он Нас Любит И Насколько Мы Недостойны Его Поэтому Хочется Плакать Это Хорошо Можно ли В женские Дни Посещать Церковь В принципе Можно Средства Гигиены Сегодня Позволяют Но Чего Нельзя Делать В Ни в коем Случа Нельзя Участвовать В Таинствах Исповеди Причастия Или Освящения Соборования Вот В Таинствах Ни в коем Случа Участвовать Нельзя Это Такая Дерзость Определенная Прикладываться К иконам К святыням Но Я бы Сказал Бы Не Нужно С Одной Сотерина Вроде Можно Но Не Нужно Если Б Я Был Женщин Я Отвечаю За Я бы Не Дерзал Этого Делать Почему Потому Что Это Не Такой Длительный Промежуток Такого Проявления Здоровья Чтобы Не Подождать Поэтому С краешку Встал В вашей Ситуации Встала Бы Молилась Благодаря Господа За Все Служба Зашла Прошла Спасибо Господи Развернулась И Домой К Любимому Мужу К Любимым Детям Спасибо Ваш Умничка Слава Боже А беременные Могут В Таинских Участ Могут А беременные Особенно Должны Я бы Подчеркнул Участвовать Особенно В Исповеди Причасти Потому Что У них Уже Две Душеньки Одна Душенька В животике Лялечка Наша Поэтому Мы Должны Подкреплять Себя Уже Больше Заботиться Не столько О себе Думать А о Лялечке Ее нужно Подкреплять Душеньку Ведь Тело Не может Жить Без Души Как только Соединились Две Клеточки Уже Душа Божий Дал В эту Лялечку Поэтому Эту Душеньку Надо Подкреплять И Женщина Обязательно Должна Исповедиться Причащаться В собор Не участвовать В молибнях Благодарственных Особенно Благодарственных Благодаря Господа Что Он дал Это чудо Подсердцем Женщины Потому Что Многие Есть Которые Ещё Не дал И о которых Мы молимся Чтобы Господь Дарил Чадо Родье Эту Радость Потому Что Вы знаете Есть Такие Которые Даже Пытаются Прибегать К эко Которые Конечно Церковь Не принимают Так У меня Что-то Тут Выскочило Осталось 22 Секунд 20 секунд Наверное Это какой-то Ограничитель На эфир Поэтому Я С вами Всем прощались Осталось 10 секунд У меня Храни вас Господь Божьей Вам Помощи Надеюсь Я кому-то Был сегодня Полезен С чистым Четвергом Вас Храни вас Господь Две Одна Ножа Две Ножа